Йоу-йоу парни, с вами Харви и в этом видео я расскажу вам о том, как правильно резать частоты инструментов с хирургической точностью, чтобы звук того или иного инструмента стал более приятным уху. Зачем вообще резать частоты? Во-первых, у многих инструментов, а я бы даже сказал у всех, в чистом виде есть такие частоты, которые раздражают нас на подсознательном уровне и неприятны нашему слуху. Во-вторых, в некоторых инструментах, например, в синтезаторах типа Nexus, Serum, Spire, Massive и так далее, звук синтезируется, а значит, шанс, что нежелательных частот будет много, возрастает. Называются эти неприятные частоты резонансами. Резонанс – это скопление звука на той или иной частоте. Например, это подобно тому, если бы вы, пока готовите блюдо, добавили в него что-то чересчур перчёное или чересчур солёное или острое. В общем, аналогию вы поняли. Во всём должен быть баланс. И чтобы этот баланс для каждого инструмента нашего микса получить, нужно резать нежелательные частоты – резонансы. Поговорим о том, как определить резонансы и нежелательные частоты. Сделать это довольно просто. Наложите на ваш инструмент эквалайзер с визуализацией. Я использую стандартный EQFL Studio. Он покажет ярко-оранжевым те места, где частоты образуют резонансы. Если резонансы не очевидны, сделайте звук вашего инструмента громче. Теперь о нежелательных частотах. Их определить сложнее, ведь нужен ваш слух и опыт. Но я нашёл способ, как легко и просто определить нежелательную частоту. Включите ваш инструмент, откройте эквалайзер, возьмите одну из полос, сделайте её узкой и поднимите на 8-12 дБ. Проходитесь по всему спектру частот, пока не почувствуете, что просто вам, лично вам не нравится звук той или иной частоты. Это и будет тот самый нежелательный звук инструмента. Его надо вырезать, опустив найденную частоту в минус. Сколько именно в минус, определите на слух. Продолжение следует... Как лучше вырезать? Вырезать всегда лучше узкой полосой. Сперва целиком вырежьте частоту, затем медленно поднимайте и слушайте, стало ли звучать лучше. Лучше означает, что звук просто стал более приятен лично вам. То же самое можно сделать и из исходного положения частоты, постепенно её вырезая. Играет музыка. 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 Проделайте все то же самое еще 4-5 раз на выбранном вам инструменте. Так вы найдете максимум нежелательных частот. Может оказаться, что все частоты вам приятны. Это нормально, тогда можно ничего не вырезать. А может оказаться, что вам все не нравится. Тогда я рекомендую просто заменить выбранный инструмент. Почему я рекомендую определять нужна частота или нет на ваш слух? Потому что таким образом звук, который будет в итоге, приобретет вашу собственную уникальную индивидуальность. Ваши треки не будут похожи на чьи-либо другие. Ведь всем нам нравятся разные. Но все мы люди и вероятнее всего вырезая те или иные частоты, вы вырежете то, что не будет нравиться и остальным. Главное это расслабиться, сказать себе, что вы в этом миксе главный, полностью доверять себе и своему вкусу. Главное это расслабиться, сказать себе, что вы в этом миксе главный, полностью доверять себе и своему вкусу. После обрезки звука обязательно слегка скомпрессируйте сигнал. Считайте, что вы сделали генеральную уборку долма. А компрессором фиксируйте эту частоту и красоту на фото. Он сделает сигнал более стабильным. Инструменты с грязными частотами компрессировать нельзя. Ведь это только выделит ваш беспорядок. Еще один лайфхак. Вы когда-нибудь задумывались о том, что каждый инструмент имеет не только три стандартных разделения полос нижние, средние, высокие, но также у каждого инструмента в рамках своих частот тоже есть свои низкие, средние и высокие. Например, в уме разделите звук того или иного инструмента также на три полосы вне привязки к частотам, указанным на эквалайзере. Эти три полосы будут означать следующие. Те, что окажутся нижними, это вес инструмента, те, что средние, это тело, и те, что высокие, это яркость инструмента. На каких бы частотах он ни звучал, будь это хоть бас, хоть скрипка, это поможет вам более глубоко понимать звук. Сделав это, вы сможете настроить характер звучания вашего инструмента более тонко. Продолжение следует... Надеюсь, вам было полезно это видео. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мои сообщества, где я выкладываю песни, Дюк Флит и биты в группе Харви, ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, пишите в комментариях, как еще вы предпочитаете выявлять нежелательные частоты. А с вами был Харви, до новых встреч и с наступающими праздниками! Субтитры сделал DimaTorzok